Ресторан Лакафе де Бьюти, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Смотрите мои предыдущие видео. А так приготовила себе овощи с макарошками, с чечевицей, с черной имитированной икрой, немножко маслица подтолнечного. Горячий вегатерианский бульончик. Вот. Вот там все поставлю. Чтобы было удобно. А, хотя летнее кафе открыто сейчас, знаете, это White Night в Санкт-Петербурге. Я представляю там, в центре, в центре Петербурга, где открытые летние кафе, мы охлаждаются летом центром города. Красотой Петербурга, летними вечерами. Это, конечно, шикарно. Очень неоргинально я придумала. Знаете, вот там делать такие обеды, ужины, даже, может, и завтраки. На моем балконе. Ну, вы там смотрите, есть несколько видео, я прямо на балконе-балконе там засняла. Ну, там уже, ну, у меня, знаете, такой балконе в венецианском стиле, он требует еще более дизайна. Вот. Просто мне более комфортно сидеть, знаете, вот в комнате, знаете, в квартире, в комнате, открыть балконную пельку. Вот, знаете, эту красоту, вот эту, потому что здесь такой раунд красоты. Смотрю на мой ноутбук, смотрю крупным планом на себя, как я получаюсь, вот. Как-то, в принципе, я могла бы на балконе, понимаете, там, может быть, ну, один из них и свежий воздух, понимаете, здесь уже и свежий воздух, и красота, и уже, знаете, все, все, приятное, с полезным. Ну, сладиться с собой, природой, жизнью. Вот. Ну, конечно, если бы это была венеция, в общем, как-то. вот так. Потому что чисто поинертетически, хотя я и помыла там все на балкон, ну, вот, знаете, там, или что, какие-то штучки, все как-то только. Но у меня такой план открытия, нужно застеклять, эту лоджию сделать. Красиво потом открывать, потом это закрывать не оставишься там, на открытом этом балконе, там, что-то такое. Ну, вот. А я люблю быть и раунд красоты, поэтому это более комфортно, более такая, знаете, вот это, более чувствую себя, знаете, как вот это, вот это, вот это вот, такие названия, вот это гранд-ресторанты, вообще какие-то такие вот, какие-то, знаете, темы вести. Уже, знаете, миллиардеры, миллионеры. Кстати, мы еще, я все обещала, обещала вот помечтать, рассуждать на эту тему, вот, как живут миллиардеры. Какую, как говорится, еду они кушают. Я имею в виду, не просто богатые люди, которые могут считать, что практически все пахнуло. Ну, у меня, кстати, пахнуло каким-то мужским, каким-то этим, парфюмом пахнуло. Но на горизонте пока миллиардера не видно, вот. А что я вижу? Мужчина, вы все прекратите меня смущать. Немножко пошутить, да? В общем, а что я вижу? Он уже, это, метет. Мужчина, если вы будете вот этой вот метелкой, ну, я не то, что, не знаю, что сказать-то или нет. Я уже сколько тут заснимала, и то видео засняла. Он вообще этот весь двор, весь двор вот этот огромный, он собирается домашней шваброй подместить. Я наблюдаю, нет, нужно положиться, сказать, мужчина, вы знаете, ваша вообще вот эта вот, знаете, я хотела, хотела сказать, что как-то вот это вот я кушаю, а он там метет. Нехорошо, Татьяна Салмана. Татьяна Салмана, ну, нехорошо вы хотели сказать. Мужчину нужно похвалить. Во-первых, мужчина в перчатках, потом он по-домашнему, он такой шваброй по-домашнему, подметает весь вот этот вот им асфальт, в этом, как там называется, бэк-магнит, этот шок. Здесь такие эти просторы. В парковке он решил вообще шваброй подмести, как у него, чтобы по-домашнему у него там было. Вот. Ему надо сказать даже спасибо, а не то, что он здесь вот это вот. Вот как, вот оно позитивное мышление. Да. А тут, знаете, такая вот эта села, знаете, вот это вот надела, вот это вот одела, вот это вот платье, вот это вот, и хотела мужчину оскорбить, мужчину. Да. Что я тут такая села в гранд-ресторан, у меня здесь это кафе, ла-кафе де бьюти, а вы вот это вот, понимаете, я вот вижу вот это шикарное небо, вот это, вот эти машины, и, ну, там еще кто-то что-то разгружает. Вот. Я просто имела в виду пейзаж. Нехорошо, Татьяна Салмановна, нехорошо. Вот машина тут еще въезжает, а он как-то кинул, он швабру кинул, короче, кинул и пошел. Мужчина, а куда вы пошли, я не поняла. Я только вас похвалила. А он здесь встречает большую эту фуру, фуру пошел встречать, а он здесь, наверное, знаете, а, тут начальник приехал. Ах, вот это вот, это на самом-то такого же, такого мужчина в этих шортиках, ну, вы понимаете, да? Ох, на такой машине, летний вечер, в черной футболочке, ну, вот это совершенно другое вот это вот дело. По секрету, но хочу показать совершенно другое дело. Вот он там сейчас фура, вот это вот, сейчас они тут разгрузят, вот это вот. А тут прям швабру кинул и пошел. Я только его стала хвалить, что он по-домашнему там делает. Вот тут куриная ферма, они встречают машину, куриная ферма. Ну да, я же там загрузила вам про Джоан Роулинг, про это волшебство. Татьяна Салмановна тоже хочет быть известной и богатой, как Джоан Роулинг. Так, вот, кошки говорящие, дом волшебный, волшебная палочка. Так что вот такие вот дела. Куриная ферма, она уже подъехала. Ну вот. Он, когда увидел начальника на этой машине, вы не представляете, он запигачивал эту швабру вообще куда-то. Ее даже не видно, он ее так запигачивал, что даже швабры не видно. Да, ну он тут по делам, он здесь еще приехал, по других, наверное, хозяйственных. Так что вот. Но обольщаться не надо. Этот мужчина, на который мы, знаете, вот это обратили внимание, такой, он не один приехал. А что вы думаете? Такие мужчины, они одни не бывают. Он не один приехал. Он приехал с девушкой. Так что, ну, так что не надо вот это вот раздевать, понимаете? Ну, куриная ферма паркуется. Так вот мужчина как выйдет, такая при машине в этих шортах, как же это, white night. Какой один? Ну, он там не один. А теперь у меня запахло, не знаю, лучше мужскими духами. Теперь у меня, я не понимаю, кто газует. Там никто не газует. У меня должно быть свежий чистый воздух. Запахло это, как называется, выхлобными газами. Я хотела, знаете, себе вот сказать, что, знаете, такая вот отдела, знаете, это вот белое платье отдела, вот это вот золотой, как говорится, вот он опять взял швабру. Мужчина, теперь мы будем вас хвалить. Знаете, вот этот золотой вот этот вот пиджачок отдела, уже посчитала, что она миллиардерша. Вот это вот. По-домашнему. Вот все, он опять, опять метет, швабры, весь асфальт. Я просто не знаю, что он делает. Ну, старается. Чтобы там ни грязи, ни пыли. Я не знаю, как это особо, может они, чем они. Ну, швабры, вот он швабры. Ну, да. А этот мужчина, он приехал, на которого мы обратили внимание. Вы знаете, он нам издалека похож на Дениса Костина. Ну, да. Если он поворачивается спиной, у него такой типаж, как Денис Костин. В общем, мужчина приехал с женщиной, с ребенком. Это семья. Так что вот. Ветний вечер, там еще люди паркуются, они покупочки. Сейчас вот это разгрузят. Мужчина там все делает по-домашнему. Сейчас это куриная ферма, все разгрузят. Сейчас полный порядок, полный порядок. Так что вот. Там вообще ничего не валяется, ни бумажки. Просто это чистота. Чистота и порядок. Да, конечно, она там это. Я просто никогда не видела, чтобы они этой мели, мели вот этой вот швабры. Я просто думала, чем-нибудь другим они там это. Я просто сама просто не знаю. Как-то вот это. А тут Татьяна Салмановна уже хотела сказать. Знаете, вот это вот. А сама Татьяна Салмановна, знаете, вот это. Юрий Анатольевич на пенсии. Лучший жил, у него больше, более заломился холодильник от продуктов. У него хоть яйца там были. Так что вот. У Юрия Анатольевича почти всегда были яйца в холодильнике. Так что вот. Яйца, хлеб, булка, суп. Рыба в морозильнике. Просто я сегодня там намываемый холодильник открыла. Так что вот. Десятками, десяток яиц Юрий Анатольевич обычно не покупал. Он брал сразу оптом. 30 штук. Ну, как бы, иначе большая эта штука. 30 штук. Потому что дешевле. Ну, и клал там вот, ну, холодильник клал. У меня, можно сказать, такая, более, такая, вегетарианская диета. Смитированные черной икрой. Ну, что, разгружают они вот эти. Разгружают. В магазин продукта. Куриная ферма или что-то, ну, как она называлась? Куриная ферма, да? Вон там машина далеко стоит. Все, что написано, куриная ферма, я вот отсюда вижу. Куриная ферма. Ну, просто у меня там тень и тень и на процентах. Это были, когда он продал 69-й километр. Он позволялся, знаете, вот эти вот. Я говорю, а, слушайте, самолет, для вертолета в эту сторону. Вертолет, видите, для самолета, да? Ну, он любил, знаете, вот это вот, какое-то какое-то мясо, короче, эти окорока или какие-нибудь вот мясные там сосиски. А, в общем, дешевые, знаете, дешевые сосиски он еще купил. Да, у него еще дешевые сардельки он купил. Да, он еще покупал дешевые сардельки. Когда там морозильники были. Да, точно. Так, рыбу, рыба ментай, дешевые сардельки. Но, когда он покупал более вкусные, знаете, буженины, какие-то вот такие штуки, ну, какие-то, это мясные, деликатеса, у нас полчего, килограмм, он 100 килограмм покупал, он просто, наверное, это очень-очень любил, в общем, комар туда летит, не надо комар туда летит, вот. Поскольку это было очень вкусно, он это очень быстро съедал с булкой, ну, так и там, вечерком, с утречка, и на следующий день к вечеру уже такой маленький-маленький такой кусочек, вот такой вот маленький кусочек. Вообще, у него была такая привычка дегустировать, дегустировать, знаете, он так это, обычно любил дегустировать, кушать, когда никто не видит, вообще до, как бы до съесть, короче. Ну, 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 что, вот, в общем, как-то вот так вот, да, ну, что там, сам купил, съел там полкило сразу вот этого буженина, съел полкило, а потом положил, например, там, макароны, и вот такой маленький кусочек, вот такой маленький кусочек. Это у него как-то называлось, ну, у каждого свои такие вот эти вот какие-то, какие-то, в общем, привычки, но у него такая привычка была. Так что вот, он уже продегустировал, там, полкило это уже съел, вот, а потом так положил, такой маленький-маленький такой кусочек, вот. Не месив до себе, я-то это дело не люблю. Я просто ем очень редко, вообще не ем я, ни сосиски, не стандарт, я у нее колбасу, только копченую я люблю. Иногда. Я какие-то деликатесы могу такие, знаете, говорю, что копченая колбаса мне нравится. А так мясо я не ем, ни мяса, ни птицу, рыбу я люблю. А так мясо я люблю. Вот сейчас я блинчики просто жарю, знаете, без кефира. Просто там беру воду, муку и сахар. И добавляю туда еще потолочное масло. Вот. Вообще, можно еще яйца добавлять, но я не добавляю. А Юрий Анатольевич любил купить кефира, такого там, или 1%, или 2%. Купит кефира и спрашивает. Пожарю ли я блинчики на кефире. Ну, как я жарила блинчики на кефире. Ну, они, конечно, другие получаются. Блинчики на кефире другие, чем я, которые, знаете, а у меня такие блинчики, немножко вафы, такие, более такие вот эти вот. Ну, кстати. Знаете, когда я там начинала ремонт на Волковском делать в моей квартире, Юрий Анатольевич мне сделал там леса, представляете, вот эти ремонт, чтобы ремонт сделать, знаете, там где будет вот таки высокие, знаете, такие леса, строительные леса сделал. И такие капитальные. Эти фанеры. У меня была закуплена фанера. И когда я книжку разгружала, из типографии моего, данная психология денег, скрыта богатства и процветания, мне нужно было положить, клала ее на фанеры. У меня там в кофе. Продолжение следует. Ну, а вообще, знаете, такая интересная тема, ну, разные вопросы. Ну, что-то, как возник тот вопрос, что-то я вспоминаю, мемори, когда мама не встала, вот когда из Америки приехала, ну, вот у меня мама заболела, к сожалению. Ну, на еду это поболела. Ладно, ну, ладно, не к еде, ладно. Это я уже рассказывала. Не к еде будет сказано. Я о другом хотела поговорить. Такой, знаете, можно, конечно, говорить, там, эти гранд-ресторанты какие-то, вот эти вот, вот эти эксклюзивные, вот эти вот. А как такой поле житейский, который многих может интересовать вопрос, как сохранить спокойствие? Спокойствие, ну, в общем, как-то в какой-то вот там, не знаю, там, да, дома, в домашних условиях, ну, с кем, кто там проживает, я не знаю, там, семья, родственники. Татьяна Салмана, ну, знаешь, Татьяна Салмана на большой опыт. Вы спросите, она вам расскажет. Одной фразой, в общем, не лезьте, не лезьте своим уставом, в принципе, к тем людям, которые хотят жить по-другому. Где-то это уже я слышала. У Светланы Ермаковой, как жить, без плохого настроения, кайф-драйв, или у Хакамады? У кого-то я слышала. Я так много смотрю этих видеороликов, и Хакамаду, ой, вы там смотрите, там загружаю, загружаю, просматриваю, надо как-то записывать, сейчас надо время даже мне записывать. Потому что Татьяна Черниковская сказала, что все записывается. Вот когда все это смотришь, все записывается. Я надеюсь, что все записалось у меня, я это все просмотрела, прочитала. Мне должно все записаться в моем, в моей мемори. Вот. Я должна это знать. Успокойствие состоит в том, чтобы относиться с другим, к их привычкам, недостаткам. Я знаю, спокойно. Даже если они кажутся какие-то очень отличаются, может быть, какие-то странные, или там еще что-то. Вот у нас там. Очень хороший пример. Я уже об этом говорила. Вот. Это случилось всего один раз. Знаете, мне вот 49 лет будет. В июне. Очень хороший пример. Тут на площадке у нас. Когда это было? В 2014-2015 год. 2014, наверное. Сосед Борис Николаевич. У нас тут красили, красили, что-то такое, красили снаружи. И он этих мужчин на восточной национальности попросил покрасить полно, национальности площадки. Такие восточные мужчины, которые там работали, он где-то их увидел, и позвонился, и сказал, что он с ними дешево договорился. Ну, чтобы положиться, там, по 300, или по 500 рублей. по 350 рублей. Здесь Лешин шкаф стоял. Детям сказали, что они от хостой стороны, они сказали, что им не надо, у них там свое, там дверь железная закрыта, они сказали, что они не будут. Леша сказал, что денег у него нет, он потом заплатит, шкаф красьте, вот. А Юрий Анатолий сказал сразу, он сказал, ты там, в общем, пойди узнай мне, а я оплачу. Что это, он 350 рублей, он заплатит. По-моему, 350, какая-то такая остынная была. Плюс, может быть, что-то. И я периодически, пока не красила, я ходила, смотрела. Вот так, чуть-чуть, выгляну, смотрю, красит. А потому, что до этого надо было там подмести, прежде чем красить, там еще подмести надо было. Ну, хотя бы поместить, и не мыть. Где-то, вот, вышла, а они мне попросили кофе. Сказали, можно у вас кофе попросить? Ну, чашку кофе. Я говорю, конечно, думаю, а чего? Работают, еще, знаете, как-то задешево, так согласились, там сказали, вот и штучки покрасить, это и лёжный шкаф, в общем, там и бордюрчики, вот это все. А что? Что там кофе-то у меня было, я думала, что это, у меня даже мысли не возникло. Думаю, кофе сейчас я налил, сейчас я вам вынесу. И я с этой чашкой кофе туда уже налила, и туда, в коридор хотела пойти, и Юрий Анатольевич выходит из комнаты, вот которая без балкона, ну вот, вон там, в жёлтой комнате, как и изначально, когда мы сюда въехали. Скажем, мягко, он стал очень возмущаться по этому поводу, что я буду неизвестно кого, кофе им поить, приваживать, как он сказал, в общем, какую-то ерунду стал говорить. Но по силе и интенсивности, я просто вам не буду говорить, как это было, я уже на каком-то ролике это говорила. По интенсивности я, а я столько лет его знала, я никогда таким не видела. По интенсивности сказанного было вот так, он говорил так, ну, знаете, а люди, наверное, так даже не реагировали, когда Вторая мировая война началась. Он вообще весь покраснел, знаете, вот это вот побагровел и прямо его трясло от злости. Я не видела так и никогда. вернее, он мне сказал, что не надо. А я ему сказала, что уж очень не надо. Я кофе уже налила. А что? Что не надо-то? Я стала выяснять вопрос у него. Что не надо? Если я налила, я все равно понесу. я вообще не поняла, в чем проблема. Я туда не приглашаю, я их не приглашаю вовнутрь, я просто чашку налила, там, это кофе. Конечно, раз я уже налила кофе, конечно, не отнесла, поэтому чашку они мне вернули. Я просто сделала определенные выводы. Конечно, мне это не понадобилось. Думаю, а что это, это на пустом месте такие вот эти вот вопросы, вот будет вот так, еще чем-то там будет говорить, вот это вот. А это кому надо-то? Никому не надо. Я сразу сделала выводы. А ты знаете как? Живи как знаешь, как-то вот сам там, как знаешь, что-то вот это. Я как бы, я сама по себе, там, вот это как знаешь, вот это. Так что вот. Кофе мою, чашка моя, в общем, они попросили, я понесла, а ты как хочешь. Потому что мне не 10 лет, не 15. поэтому когда были такие странности, чашка лопнувшая от грязи его, он мне говорил, что это чистая чашка. Я говорю, чашка уже грязная, давай ее поставлю в посудомоечную машинку мыться. А посудомоечная машинка у нас была. А он мне говорил, не надо трогать чашку, она чистая. Просто делайте выводы. Кто-то может за чистоту, понимаете, вот это вот, приставать к кому-то, кто считает, что это чисто. И иметь, короче, скандалы по этому поводу. Вот такие вот дела. Это кто-то из этих вот уже говорил, вот эти вот, говорят, что нужно оставить. Понимаете, вот как-то какие-то вот, ну, что-то непонятное. Ну, чашка чистая, он говорит, что она чистая. Потому что потом можно нарваться на что-то, потом опять на какие-то вот эти вот, вот эти вот, повышенный голос, вообще какие-то вот эти вот непонятные, что там вот это. Зачем? Хотя это может быть неприятно. Так. Поэтому и предлагают в этих умных книжках и в видео по такой тематике не трогать других. Знаете, жить как-то, вот если какие-то эти вопросы, жить, ну, как-то вот, чтобы не возникало, не возникало конфликта. Вот. Потому что это что? Это портит себе настроение. Думать об этом, портить себе настроение. Еще какой-то такой, еще какой-то вот такой вот пример. Ну, бывают разные ситуации. Вот. Не лезь на рожон, вот, а жить, как советует Светлана Ермакова, в общем, в стиле кайф. Это значит не общаться. Или редко общаться с теми людьми, с которыми не хочешь общаться. Зачем тебе пустят настроение? Тем более, выяснять какие-то вопросы. Светлана Ермакова, хотя бы хотела что-то такое, другое, что-то такое. Смотрите, а что это у меня как-то... А, ну, это просто холодильник стало. А здесь я просто открыла холодильник. Думаю, вообще-то занимаюсь там, моем мой холодильник. Думаю, надо все покрыть это вот. Ну, да. Так что вот. Очень, конечно, хотим, как вспомнил, иначе, как вспомнил вообще вот эти годы, знаете, вот это вот. Это какие там, 2010-е, 11-е, 12-е, 14-е, 15-е, ох, как вспомнил. Почти 6 лет. Пять лет, наверное. Ну, да. Хотела быть такой известной, как Тони Робинс, понимаете, жить в замке, лезть на лимузине, летать на частном вертолете, собирать огромные залы. И вот это вот. Приехала сюда, знаете, вот это вот туалет. У нас там туалет-то вот это вот был. Я вот, конечно, мою, мою, а то у меня как-то под Венецию. Ну, а что? У некоторых, знаете, у меня тоже, знаете, вот это вот. Ну, а что такой, житейский вопрос. Там, после того, как Юрий Анатольевич ставил, ходил в туалет, надо было весь туалет снова мыть. Вот это. Так что вот. Там не намоешь. Так что вот мечтала, такая книжку написала, «Тайная психология денег, секреты богатства и предсветания». Думала, вот это как будет Шефер, как Наталья Прампина, как Энтони Робин. Знаете, вот такая вот это вот, гранд-ресторанте, летать, в Париже, меняться, вся такая вот это вот. И знаете, вот эти, вот эти, вот эти туалеты, с каким-то туалетом пойти, чтобы войти, зачем вам нужно вывозь. Ну, вы помните, я не буду вам там подробности рассказывать. Так что вот. И прожила столько лет, знаете, в этом оборудованном туалете, понимаете, чтобы войти, зачем вам нужно вывозь. А если ты хочешь войти в туалет три раза в день, ну, вот три раза ему, ну, или хотя бы стульчак протирая, ну, вот это вот все. В ванной тоже самое, вот это вот. Чтобы вымыться в ванне, сначала нужно вымыть, не просто вымыть, а вымыть с хлоркой, вымыть со специальными средствами, обеззараживающими, вы поняли, да, которые воняют вот это вот все, вот этот ванизм. Вот она, понимаете, вот какая-то такая вот эта вот. Хотя, знаете, в каком-то там, это где перекрутить ножа, знаете, вместо спа, что бы там как-то развели с вами бывшим мужем, каримаксовом Данске. Знаете, если бы я, знаете, вот так вот думала, что, знаете, я вот так вот еду и годы буду, знаете, вот так вот это вот, может быть, как-то я бы немножко по-другому как-то подумала и поступала, я не знаю. Так что вот, она такая вот, какая-то реальная жизнь, вот, а где-то голливудские актеры, где-то Арнольд Шварценеггер, где-то Джулия Роберт, где-то Мадонна, где-то Бьонс, понимаете, где-то они там, на Олимпе, народу много, но их, понимаете, это единицы, так что вот. Можно там говорить, ох, я мечтаю быть великой актрисой или там преподавать, а почему я не балерина, но я, знаете, я уже так немножко вот это вот, с этого одна за всех. Ну да. Вот такие вот дела. Поэтому, конечно, в этих книжках, ну, немножко книжки, я, знаете, вот, как-то, знаете, вот это вот реально, знаете, вот, конечно, очень, знаете, язык процветания, язык любви, это очень полезно, конечно, читать. Это круто, любит женские романы, знаете, кто-то позитивное мышление, книжки по позитивному мышлению. Но нужно, конечно, думать, думать самому. Прочитал, в общем, как-то вот это, написано красиво, что-то красиво звучит. Красиво написано. Я вообще, давала на том небольшом видео анонс эмоциональный интеллект, это, ну, все, знаете, вот это вот эмоции, не знаете, вообще, на самом деле, эмоциональный интеллект, и вообще, знаете, про это IQ, я несколько лекций слушала, я, знаете, сама как бы изучаю эту тему, изучаю. И вообще, есть какоманды, очень, там, и этот, как его, и другие тоже, знаете, очень хорошие лекции есть. Вообще, как управлять своими эмоциями, вот это вот. Если хочешь, что-то, можешь сказать такое вот, это вот, нужно, как-то себя, в общем, это, посмотреть на себя со стороны, вообще, как-то вот, сделать, знаете, какую-то такую вот это. Ну ладно, в общем, я уже покушала, уже, вы понимаете, да, уже темнеет, уже, уже время, ну, уже, знаете, уже, боже мой, уже 23 часа 17 минут, а, смотрите, съемочка еще нормальная, уже время тоже какое, ну, уже время какое, так что, в общем, в общем, сейчас я это унесу, субтитры, 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 Ну давайте еще посмотрим, как съемочка меня на троне. Сейчас, знаете, я сюда это вынесу. Поставлю. Посмотрим сейчас на этом троне еще, в общем, как по себя. Кто же мог подумать, что я сюда, знаете, вот это вот, въеду, да еще с троном, да еще и с троном. Ох, я какая красивая. Хоряй свет нужно выставлять, здесь нужно выставлять свет красивым. Вы поняли, да? Здесь нужно красиво выставлять свет. Это я вам как Света, как он там, светорежиссер говорю. Выставлять красиво свет. Что, выставим красивый свет, посмотрим сейчас, как съемочка снимает волшебный ноутбук меня. Вот так лучше, кстати, вот там вот выставил аспект, так лучше, можно даже ближе, да. А то здесь такой пейзаж, вообще пейзаж, пейзаж, видите, как это красиво. Понимаете, а также в книжках, знаете, вот столько там вот книжек, у нас стали правильно очень хорошие книжки, о любви, сексе и вообще там каким-то таким, знаете, вот такая книжка там про какие-то личные, семейные отношения. Она вот пишет, знаете, кто-то просто, знаете, а если кто-то думает, вот там вот эти миллионеры, миллиардеры, богатые люди. Вот, кстати, я читала в книжке Натальи Борисовны Правленой, что там тоже, вот неизвестно, понимаете. Богатые люди тоже, знаете, вот такие, знаете, какой-то там богатый муж. Вот там посмотрите фильмы, я вот там смотрела, сейчас я особо уже не смотрю эти фильмы, там почти, знаете, все одно и то же про этих новых русских. Ну, попробуйте уже это поперек сказать. Вот это вот, вот этой вот нитью проходит, вот этой нитью по всем этим фильмам. Если она дома сидит, уже там 25 лет, уже ребенок вырос, уже там, например, там студент или студентка, вот, а мужчина богатый, даже не супер богатый, он такой вот в таком шикарном доме, они живут. Это обычно показывают, что у него есть молодая любовница, вот, жена, он уже привык, что это жена дома, ребенок уже там, понимаете, институт, в студии учится, вот. Если она начинает что-то ему такое говорить, вот, он вообще даже особо и не понимает, и, в общем, как-то, делая сначала вот вид, что как-то вот это, ну, все немножко разные. Или прямым текстом, понимаете, дает понять, что как-то, мне это вообще так в открытую говорят, что аж чем-то недовольна, ты живешь в шикарном доме, у тебя все есть, я тебя обеспечиваю, ты не работаешь, сидишь дома, что тебе еще надо. Прихожу поздно, ну, там немножко, да, вот там, на стороне, там, вот это, как же они там любят говорить, часто, я вспомню. Это ей он так скажет, а между собой, там, где-то на работе, вообще так круто скажет, вот. Ну, я как в этих фильмах все смотрела, там, это повторяете, повторяете, повторяете. Потому что нужно учитывать, то есть он при связях, при деньгах, ну, богат меньше-больше, а она сидит дома, может быть, у нее таких и связей, и вообще такого нету, вот. А у него и связи, понимаете, вот это. И здесь, если, например, они хотят, например, развести, здесь нужно учитывать, учитывать то, что он может, так скажем, воспользоваться своими связями, и, в общем, так скажем, в общем, как-то вот так. Все-таки вспоминаю, я просто кручу вот это, там, мемори из этих фильмов, я просто не раз рассмотрела, я думаю, все, как это фигня, все, как это фигню показывают, вообще уже надоели. Надоели с этими мужиками, там, они там до банки, там, еще что-то там такое, в общем, какие-то вот такие вот, знаете, на костюмчиках. То есть, если он такой нормальный и порядочный, это они хотят, она хочет развестись, то надеяться на его, в принципе, порядочность, вот. Вы поняли, да? Я уже вам все схемы не буду рассказывать, как там фильмы показаны, вот это вот, как они там, что там они делают, вот это. А мы их таких вообще показываем, вот так вот живут по много лет, по 20, тоже несколько смотрю, лет по 20, как живут, как говорится, при таком богатстве, при вот этих, ну, как там, даже у них там все это, там даже это вот, в доме так все шикарно. Просто по определенным причинам, там, или ребенок, там, все должно подрасти, там, фичинка какая-то какая-то, потому что там по разным фильмам, там, разная цепня, вот. Ну, там всякие там детективы, там, какие-то вот эти перипетии. Это, кстати, очень интересный вопрос, интересный. Потому что, знаете, возвращаясь, ну, надо каким-то таким вот этим, что такое объемное, большое, Джон Докфеллер, я у него биография его помолила, Джон Докфеллер. Вообще удивительно, уже разбогател, уже разбогател, знаете, у него семья, дети были, и он говорил, чтобы купить, чтобы купить новый велосипед, нужно старый продать. Понимаете, да? Это удивительно. Вот это психология, чтобы новый купить, надо старый велосипед продать, при вот этих уже, уже разбогател. Это удивительно, понимаете, имея, понимаете, какие-то здесь дома, эллинги, как Аркадий сказал. Кому-то он, я ему говорила, что, как это, он не говорил, что, Матильдочка, говорю, что вот это, как-то вот это. Он, Аркадий, знаете, чем это парировал? Я говорю, вот ваша кошка пришла ко мне и прижилась, вы, наверное, ее обижаете. Он сказал, да нет, я ее не обижаю, просто я ей сказал, что, короче, тут еще у меня не одна кошка и собака, и чтоб она ходила по этим, по соседям, короче, питалась. Он мне так и сказал. Я не помню, как это точно звучало, но это звучало так, что он ей сказал, что, в общем, короче, дорого она обходится в этом питании, чтобы она еще там по соседям, короче, прошлась, покушала, ну и нормально. Я был, я первый раз такое вообще в жизни услышала. Я думаю, как она его поняла-то? Ну да. А я и думаю, что это его там, знаете, это фроте там, у меня там все этот ошейник. Я говорю, прекратите, в общем, вот это там, это фроте, этот ошейник, он говорит. Вот эти вот все это ошейники, вот это. А ошейники не надо, эти кошки, которые гуляют, она может за этот ошейник попасть в эти кусты, понимаете? Куст зацепится за ошейник. Вот, это опасно для жизни кошки. Это опасно для жизни кошки, это вот это подвергает кошку опасности. Потому что кошка, которая гуляет, она может в лесу побежать и вот за вот этот ошейник, понимаете, вот это вот за кусты пицца. Ну да. Я просто думаю, тот человек, который, например, финансово, ограничен финансово в средствах, в общем, ну, какие-то малоимущие или какие-то там, может, коты есть, этот человек даже в голову не придет, ему как-то будет неудобно вообще, наверное, сказать, что по типу я там этой кошке, чтобы она там где-то поела, понимаете? Вот это вот, к соседям сходила, поела, он как-то промолчит. Вообще была настолько вообще, была просто вот эта вот... А я тоже думаю, думаю, это и кошка Ефроси, его тоже ходят кушать ко мне там и в гараж, и как бы вот это, к мотиветочке. Ну, здесь такой вот другой вариант. Видите, понимаю, знаете, сказал кошке, она его поняла. Так что такое... Так что, видите, как такой вообще спектр, есть какие-то такие вопросы, ну, в общем, ладно. Что-то хотели каких-то миллиардеров, какой-то вот такой вот рынковод получился какой-то совершенный. Вы поняли, да? Смотрите, вот. Вот начнешь что-то вот какое-то вот это вот вспоминать. А можно даже еще вспомнить обыть, знаете, вот это вот встала, завтрак приготовила, на кухне покушала, посуду помыла, обед приготовить, потом гулять пошла, потом с 7 часов или с 6 там передача «Давай поженимся», потом «Малахов», потом «Новости» или «Неновости», потом там «Ванга» по другому каналу фильм, потом какая-нибудь «Орел и решка», вот это вот. Потом «Машу Малиновскую» посмотреть, «Соблазн» и «Спать», вот это вот. Так что тут, ну ладно. Там я даже компьютер чуть-то немножко включился, перезагружу. Компьютер перезагружу, надеюсь, это видео загрузилось. Вот, сейчас буду загружать до этого. Еще видео я сняла, да, или у меня... А, она сняла, да, у меня просто зарядка на компьютере закончилась. Может быть, какой-то такой вывод, вывод такой какой-то сделал. Да какой вывод? Ну, просто обратите внимание, если вы смотрите вот этот вот мои передачи, обратите внимание, как я вкусно, сладко про эти инкассаторские машины. Я такая вся вот эта вот просто каких-то этих энергиях дорогих, VIP, как я там вот это вот. Посмотрите, какая вот я там такая вот. Ну, на других вот этих, где, знаете, такая, о чем я таком вот вообще говорю. О этих книгах «Формулы денег». Там у меня огромное сейчас количество, но я там больше 250 уже видео засняла в рамках моей творческой студии позитивного мышления. На каждом видео я. Просто обратите, я все не пересматриваю, есть вообще феерические мои видео. Феерические. Но тематика этих видео, понимаете, тематика, вот знаете, как я, вот эти книжки. Наталья Правдина, понимаете, вот эта вот какая-то уже такая тематика, туда к VIP. Туда, понимаете, к Jack Cancel, дорогие рубашки, понимаете, вот это формулы денег. Вот это тянуться, тянуться к хорошему, тянуться к позитиву, тянуться к языку процветания, к языку любви, изучить какие-то прикосновения там, понимаете, вот эти вот, будем изучать, да, книжка. Нежные прикосновения, любовные прикосновения, как там, время, время любви. Вот совершенно шикарно. Сама с удивлением обнаружила, что-нибудь шикарное нужно, понимаете, Джон Кеха. Так, вы чувствуете разницу, разницу языка, разницу, но еще что-то такое вот это вспоминать. Вот, прикосновения здесь разные, прикосновения очень красиво написано. Научитеся, научите ваши руки языку любви. Вот смотрите, вот вы пересмотрите это видео, понимаете, как его большую часть у него. И понимаете, какая-то вот эта тематика, какая-то вот эта вот, ну, разные вопросы, да, в общем, как там говорится, какие-то приличные, задавайте неприличные вопросы, как говорится Играна Ермакова. Но я вам что хочу сказать, знаете, вот такой итог, итог сегодняшнего вот этого, моей творческой студии позитивного мышления такой, все-таки тянуть себя надо к хорошему, к возвышенному книжкам, понимаете. И понимаете, когда тянешь себя этими мыслями, фразами, книжками, как говорят, общение с книгой, понимаете, уже диалог с автором, диалог с книгой. И приучать себя к языку любви, к языку изобилия. Не тянуть, чтобы не тянуло вниз, а тянуло, понимаете, вот это вверх, понимаете, полет, счастье, смотреть на мир глазами любви. Вообще просто, вот это жемчужина. Научите ваши руки языку любви. Катяна Салмановна уже далеко ходить не надо. Я уже придумала. Обыграть это можно. Вот приходит муж, если там замужем, приходит муж домой, а вы ему говорите, вот я сегодня прочитала книгу, прочитала статью, прочитала страницы, прочитала, начала читать. Как научить руки языку любви. Некоторые вообще будут просто в шоке. Потому что я сама это, я это под заголовок сама не читала, вы понимаете. Чего тут волшебная, волшебная сила рук. Следующий под заголовок мы с вами будем отрисучать. Понимаете? Вот как развивать романтизм. Хотя все разные, как-то вот уже, знаете, вот это вот. Возбуждайте партнера любовь. Знаете, как это говорится? Уже если не с чего начать, скажешь, ну вот знаешь, вот, ну что, вот какая статья, давай вместе прочитаем книжку. Ведь никто, понимаете, вот так вот, никто же, на вас никто не сделает. Понимаете, если сказать, два человека, вот, понимаете, вот, как-то вот вдвоем, может, книжку прочитать, статью прочитать. Сказать, что вот волшебный вечер. Пусть даже с макаронами сказать, что вот, давай у нас сегодня будет волшебный вечер. Представим, что мы вообще в каких-то этих дорогих ресторанах будем учиться языку любви, у нас будет романтизм, романтика, понимаете, даже если мы, может быть, и макароны, не знаю, там, салатом едим. Потому что если мы сами для себя это не сделаем, никто для нас это не сделает. Это тоже, знаете, об этом тоже говорит Наталья Прапсина. Как это говорится? Повернуться к себе лицом. Как практиковать? Чего там? Вот. Как практиковаться в любовном прикосновении? Реки любви. Все, он такой приходит домой, вы говорите, все, сегодня будем практиковаться в любовном прикосновении. Реки Света. И вообще у нас, знаете, Питер не хуже, чем Париж. Понимаете, здесь это центр, знаете, может, знаете, вот это книжечку почитать, центр почти как Париж, белые ночи, гулять можно бесплатно, мосты разводятся бесплатно, ну, доехать туда, конечно, надо. Романтизм, понимаете, вот он. Это к чему? Это, знаете, такой вот вывод, как к хорошему, понимаете, себя очень тянуть к хорошему. Что-то такое вот интересное почитать, умное сделать. Ну, вот, вот пример, пожалуйста, вот, такой пример. И уже, знаете, к языку изобилия, к языку любви. Потому что, если вы посмотрите, как вы уже еще раз говорили, вот это мое видео, там, вот эти моменты, которые я говорила, можно там еще что-то, можно это муссировать, понимать, можно еще кому-то рассказать, это обсуждать. А к чему это, зачем? Это совершенно не надо. Вы поняли, да? Это совершенно не надо. Любовный взгляд. Смотрите, какая книжечка шикарная. Постигая дух любви. Страсть и вселенная. Я сама еще не читала, только отрицей читала из этой книги. Я просто иногда думаю, делать передачи более как-то вот такие вот, я думала, может быть, более каким-то жизненным примером. Что-то там из видео, из книг, потом что-то такое вот, такое вот, более такое, не то, что приземленное, думаю, что-то вот такое. Потому что думала, я несколько видео такие вот, там это дорогой, это золотая карта, там шоппингс, ничего не от себя, ни в чем не отказываю. Как-то я, знаете, взяла как-то, типа там, дом волшебный, понимаете, как-то вот это вот, взяла как в сказке. Вот. Подумала, может быть, ближе как-то вот к чему-то такому вот это. А получается, ах, нет, лучше уже помечтать, понимаете, вот что-то там такое. Смотрите на мир страстными глазами. Я вам по заголовке читаю. Смелость жить страстно. Жить со страстью. Поддерживайте огонь любви. Откройте страсть самозабвенной любви. Найдите время для страсти. Ну да. Сказала так, найдите время для страсти, для каких-то любовных прикосновений, а не для скандалов, склок, обсуждений каких-то непонятно чего. Вот. Страсть в вашем сердце. Убежденность создает страсть. Вообще, как нам пишут, как нам пишут посвященные? Самое лучшее, что человек может сделать, это познать самого себя. Вот. Познать самого себя. Не жить на автопилоте. Вот. А познавать себя. Вон, обратите внимание, я там загружаю видео. Мужчина снимает там с женой или с кем-то там. Те кошки у него, породистые кошки. Он с ними там разговаривает. Он там снимает. Много-много видео я снял. Они там у него гуляют. И про такой вот сериал о кошках. У него там Анфиса, Ярче. И, в общем, у них большая территория. А там эти котятки. Но я все не смотрю. Я там немножко он загружаю. Вот, смотрите как. С кошками разговаривают. Вот этот там хлеб сейчас, этот лебедей там. Ну, в общем, как-то он так-то обыгрывает. Смотрите, сколько там фильмов не снимал. Серий. Что у него делают кошки, там гуляют. Смотрите, куда-то там вот это. Вот все я не смотрела. А что-то там, какие-то еще комментарии. Там что-то такое вот. То есть, ну, очень интересно. Я таких фильмов никогда не смотрела. Очень оригинально. Ну, вот. Я знаю, что я, знаете, с моей кошкой Матиточкой, с Парспирусией придумала. Знаете, вот такие вот видео. А у него немножко в другом таком режиме. Вот о кошках. Знаете, вот кошки гуляют. Кошкам пришло, пришли какие-то другие животные. Какая-то что там, какие-то гуси или что там такое я видела. В общем, или лебеди там в гости. Ну, вот, смотрите, как это. Человеку тоже решил, знаете, что будет в сказке. Вот у него кошки, он будет видео заснимать. И к нему кошка, он понимает, их выпускает и наблюдает. А вот кошка, он приучает. Знаете, вот это, пойдем. Ой, я понимаю, что кошка у него понимает, что нужно взять этот хлеб и сейчас пойти кормить голубей. Ну, не голубей, а лебедей там, кормить, там лебедей. Вот. Ну, вот человек занимается. И фильмы, и другим будет интересно. Кошкам пришли другие друзья, там вот эти вот какие-то, там вот эти вот животные. Я все эти штучки не знаю, там некоторые вам загружаю. Комментарии там делают, показывают этих кошек, там отдыхают, и что они там делают у него. Ну, в общем, там на территории, там, ну, конечно, загородный дом, это понятно. Здесь, смотрите, и хобби, и кошки, и видео заснять, и такое хобби интересное. И уже так это вышло не просто на территории, а уже кошки, и дети лебеди, и видео заснять, и как-то, и территорию показать, и самому интересно. И уже есть на что посмотреть, и как-то, и вообще, как-то это вообще, ну, очень, очень, как это, ну, вообще, ну, а что? Очень необычно, очень необычно. Я, потому что в Америке, наверное, там, тоже там, знаете, вот, со мной завтракал в джусе, ну, и каждый раз. Я, в основном, там, завтракала одна, со мной какой-то джусе завтракал, он обычно рядом садился, она такая, вот, такая стойка там, вот, вот, он там рядом садился, правда, он просто сидел, сидел, так, иногда я ему там давал, у него и так было корм, у него корм всегда там стоял, поесть, и вода, и корм, вот. Он просто любил присутствовать. За белками, там была такая кормушка для птиц, для белок, мы любили с ним сидеть на ступеньках, ну, вот, ну, внутри дома, это еще прохладно было, там корм насыпать, специально там семечки, орешки, и белки там, семья белок жила, и белочки прибегали, кушали, мы с ним сидели и наблюдали, я думаю, боже, просто какая лепута, сидим на этих ступеньках, джусе, смотрим, наблюдаем за этими белками, как они кушают. А я вообще белок очень люблю. Ну, ладно, в общем, все, вывод я уже как бы сделала, такой вот, о том смысле, что, думаю, как-то вот какие-то такие, думаю, тема какая-то, какая-то не очень такая. Ну, в общем, вы поняли, да? Ну, хорошо, ну, великолепно, все, выключаю. Спасибо.